всем огромный привет дорогие друзья я рада приветствовать вас на своем канале это канал о вязании и в этом видео мы продолжаем серию узоров из ализе пуфи сегодня я покажу вам как вязать узор плетенка из двух цветов на моем канале уже есть мастер-класс по такому узору там мы вяжем детский плед из одного цвета и так своей работе я буду использовать два цвета это цвет розовый номер 31 и вот такой вот малиновый цвет это номер 149 подготавливаем рабочие нити нить одного цвета и нить другого цвета для маленького детского пледика уходит примерно около пяти мотков такой пряжи размер примерно 80 на 80 сантиметров все зависит от выбранного узора и так я буду показывать вам образец поэтому для образца я возьму 20 петель а для детского пледа вам необходимо будет отсчитать 50 петель и так рабочая нить первого цвета в данном случае у меня малиновая находится с правой стороны и сразу же подготавливаем нить второго цвета в моем случае это розовая и рабочая нить с левой стороны и так отсчитываем необходимое количество петель 20 петель я отсчитала для образца и далее начинаем вязать перекрещиваем 2 петли то есть 20 и 19 вот мы считали 20 петель рабочая остальная нить остается с правой стороны перекрещиваем 2 петли справа налево и продевать начинаем нитью другого цвета следующие две петли перекрещиваем также справа налево и также продеваем нитью другого цвета и так провязываем до конца ряда довязали ряд до конца и опять начинаем вязать с правой стороны малиновой нитью мы поднимаемся на ряд первую петлю просто продели и далее продолжаем вязать теперь мы перекрещиваем слева направо перекрестили петли розового цвета а продеваем малиновой нитью следующие две петли слева направо перекрестили и продеваем малиновой нитью и так продолжаем до конца ряда и в конце осталась у нас одна петелька мы просто петельку малиновой нить и продеваем через розовую петельку теперь обе рабочие нить и у нас находятся с левой стороны далее начинаем вязать с левой стороны продевать будем розовой нитью мы так и будем чередовать малиновая розовая малиновая розовая малиновая розовая далее так как ряд малиновой нитью мы перекрещиваем справа налево так и продолжаем вязать перекрестили петельки справа налево и продеваем розовой нитью следующие итак продолжаем вязать до конца ряда итак у нас рабочая нить перебралась одна рабочая нить у нас перебралась на правую сторону теперь начинаем вязать малиновой нитью слева направо первую петелечку мы просто протягиваем поднимаемся как бы на ряд выше и далее перекрещиваем розовый цвет у нас идет слева направо так и будем мы розовую нить вязать слева направо перекрещивать петельки слева направо и протягивать малиновой нитью и так вяжем до конца ряда и в конце у нас осталась одна петелька просто малиновую петельку продеваем через розовую и продолжаем так вязать чередуя нити одна нить справа налево вторая нить слева направо справа налево слева направо протягиваем и перекрещиваем петельки далее мы будем продевать розовую нить для этого перекрещиваем малиновые малиновые петельки у нас идут справа налево и прикрещиваем справа налево протягиваем протягиваем и и теперь малиновая нить первую петельку просто поднимаем на ряд выше а розовой нитью мы перекрещиваем слева направо. И в конце одна петелька мы протягиваем просто. И вот так вот у нас с вами получается. Вот так выглядит изнаночная сторона и лицевая. И далее продолжаем вязать до нужного вам размера. После того, как вы полностью связали плед, неважно с какой стороны у вас осталась рабочая нить. Вот в данном случае у меня две рабочие нити остались с левой стороны. И петли я начинаю закрывать с противоположной стороны от рабочей нити, продевая петлю через петлю. Вот так вот. И через последнюю петельку отрезаем. Отрезаем все лишние хвостики, протягиваем нить и хвостики эти прячем. Лишние отрезаем и хвостики прячем. Итак, вот такой вот красивый узор у нас с вами получается. Я надеюсь видео будет для вас полезным. Спасибо всем огромное за просмотр. Будут вопросы пишите пожалуйста в комментариях. Всем удачи и до новых встреч.